это умная пыль сахары облетела облетела ну так вот участками не полностью захватила весь ареал некоторые страны облетела те которые не надо но в общем вы поняли да то есть все очень умная пыль да наверное не залетала да да умная пыль умная дана думает везде на украине полетаю а вы мань не полечу не люди начинают не начинают а начали кашлять интенсивно детки болеют вот очень потом что еще в школу в общем и шли в противогазах уже последние смотрела такие по городам маленькие дети шли в противогазах но это лучше чем без противогаза однозначно лучше уж тогда противогаз использовать раз такое раз такая пьянка пошла а что делать то еще ведь люди возмущаются они кричат по поводу того что что куда смотрит власть власть она никуда не смотрит она делает то что им сказали вот она и занимается этой травмой поэтому идея по поводу того что власть куда-то смотрит она смотрит только в свой карман на свою жопу потому что те кто заставляют их это делать они наполняют их карман и говорят о том что если вы будете делать что-то не так то ваша жопа пострадает вот и все вот непонятно вот такой вопрос но исполнители же обычные люди вот эти которые красят там распыляют одевают костюмы защитные тротуары вот моют ну это же очень просто это элементарно вот смотрите у вас есть семья у вас есть дети значит вам нужно кормить семью вам нужно кормить дети не будет не будет денег не будет еды дети умрут или будет очень тяжело во всяком случае да тут вы приходите и говорите начальнику больше начальника почему вы делаешь зачем говорит ты травишь себя и с вами таша о чем не делать сказали горит не сделаешь пошел вон в этом место тебя поставим другого тебе не нравится вот дверь пошел вон все еще си новой работы так он распылится потравить же свои детей деньги не нужны будут смысл правильно но только дебилы этого не понимают они и нужно жрать сегодня а то что завтра выпадут зубы изгниют язык их мало беспокоит это будет завтра а жрать им нужно сегодня потому что дома есть жены которые говорят ты чё творишь-то где деньги федя не пола где бабло вот так и с летчиками то же самое в германии начали судебные процессы над пилотами которые отказываются распылять химиотрассы поэтому вот этот мир управляется через финансовые структуры через бумажки это парадоксально все парадоксальный идиотизм то есть взяли кто-то кто имитирует денежки нарисовали на бумажках слово казначейский билет говорят вот теперь вот это ваш новый бог поэтому идиоты идите убивайте друг друга и они идут и убивают друг друга они идут и травят себя и своих детей до той поры пока не умрут все кто не готов от этого отказаться это не остановится может они уже не люди я бы не стал бы я бы не стал так говорить они люди именно но они не человеки человек такого делать не будет а простолюдин будет точно так же был старые добрые времена когда непосредственно там химиотрасс это делали были другие способы и было гораздо более веселые мероприятия по сжиганию разных всяких людей на кострах тоже и прокаженных тоже а прокаженным оказаться любой даже ребенок с прыщиками сезонными или очень красивая женщина не дала давай-ка в огонь вот батюшка сказал надо дать вообще-то то место в котором мы с вами находимся она конечно очень интересно и очень забавно и у кого нет противогаза сказали как вариант значит если вот такая будет умная пыль лететь вдруг снова но она ожидается еще четвертый раз якобы будет лететь вот но более жестком варианте значит делать салфетку такую плотную ну несколько слоев мокрую и как-то вот ну типа маски что ли вот на нас это не очень хороший вариант конечно знаете есть я подскажу что более простой вариант является значит есть это респираторы по моему четвертого или третьего класса защиты я могу ошибаться в классе защиты но смысл вот в чем идете в магазин который продает ну продает для малярных дел для автомобильных малярных дел различные аксессуары и там покупаете респиратор для автомобильных маляров вот в которых автомобильные маляры красят машину остаются глаза не защищены нет там маска с глазами и с двумя этими фильтрами раз которые респирационные фильтры пришел конечно там маска маска респиратор называется поэтому очень хорошие вещи обзор хороший и не забудьте голову обязательно закрывать тоже потому что через skype все это говно впитывается очень прекрасно обязательно голову закрываем вообще лучше кожные покровы закрывать даже перчатки может быть одевать какие-то желательно желательно так чтобы когда эта гадость начнется что-то пульс сахара придумали тоже критическая степень идиотизма пульс сахара долетела до украины как-то понять вообще где сахара где украина так вы знаете что еще и верят же в это вреда да да ну посмотришь повернулся пошел вообще совсем совершенно имбицин вот своих мозгов ни грамма не осталось говорят а еще даже не было очень долго поэтому пыль летит с этих спалей точно на эти самые верблюды пернули в сахаре вот пыль поднялась и она долетела до украины как замечательно все очень просто верблюды просто и много стадо верблюдов пукнула колючки нити были абсурд какой-то конечно все равно люди верят смотрят телевизор усиленно говорит ой-ой-ой-ой телевизор это замечательная вещь зомбо ящик а еще скажите а если газ вот вместо это еще пыли или а вот если газ то без без этого самого уже не обойтись респиратора уже никогда нет респиратор если газ то респиратору же не поможет нужен противогаз и вообще противогаз конечно желательно иметь дома и в запасе несколько фильтров обязательно надо иметь чтобы был несколько фильтров или баллон еще кислородный нужен как-то баллон кислородный слишком сложно все это вот несколько фильтров и обычные гп-1 гп-2 ну простые противогаза вот эти а лучше военные с большими фильтрами вот такие да военные надевается гражданский да гражданский противогаз он с маленьким фильтром который прикручивается непосредственно к маске значит военный противогаз это слоник так называемый то есть тоже закрывает есть там варианты когда все лицо закрывает резиной голову точнее есть не все лицо но у него есть хоботок почему слоником называют и вот эту хоботку уже прикручивается большой фильтра элемент такой который в сумочке носится на боку это более долгоиграющая штуковина потому что гражданского противогаза надолго не хватит вам его хватит от силы может быть там часа на два они вообще вообще эти гражданские противогаза они предназначены для того чтобы если гражданские фильтров фильтрами запастись они не портятся лежат себе каши не просит а вот этот гажиш он же просто расстрачивается в помещение это зависит от того какой газ будет потому что боевые отравляющие вещества бывают разные те которые поражают через кожные и слизистые покровы ну например иприт он должен попасть вам непосредственно на кожные покровы здесь уже все сложнее становится если будут применять боевые отравляющие вещества которые поражают через кожные и слизистые ну ничего не поделаешь пора помирать вообще если мы говорим о веществах которые действуют через дыхательную систему то скорее всего это очень даже поможет поэтому лучше иметь противогазе дома да так что и помещение может этот газ найти зайти вернее нет в помещение есть сейчас такие газы вряд ли будут применяться которые так сказать будут отравлять вас через кожу и слизистые оболочки безусловно газ может зайти в помещение но в помещении лучше иметь азонатор в помещении лучше иметь кварцевую лампу помещение лучше иметь скотч для того чтобы заклеить дырки на окнах через которые постоянно сифонит это нужно все иметь и эти вытяжки еще заклеить скотчем обязательно надо продумать сразу чем эти вытяжки заклеивать при необходимости мокрые мокрые скажем просто не повесить на мокрые мокрые лучше всего скотчем все это заделать и включить внутренние вот эти устройства в первую очередь эзонатор потому что озон высоковалентный кислород о3 он реагирует практически окисляет практически все поэтому и обеззараживаю понимаете очистителя не надо для воздуха какой-то еще очиститель якобы можно конечно можно угольные с угольными фильтрами очистители сделать но то о чем я сегодня рассказал это минимальные меры которые в данной ситуации будут весьма полезны многим помогут сохранить здоровье дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний неизлечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание еще хотела что сказать по поводу трифолы во первых сон улучшается очень и нервная система более спокойно это я уже вот сколько принимаю уже наверное недели три то вообще такой результат конечно я не ожидала и омоложение идет я посмотрела просто ну это видно невооруженный трифола состоит из трех растений из трех плодов что интересно она применяется уже очень очень много лет больше нескольких тысяч лет аюрведическому препарату и этими растениями питались и питаются отшельники в том числе в Индии трифола пошла из Индии из Тибета то есть есть такие человеки которые питаются только этими тремя фруктами и находятся в состоянии постоянной медитации то есть они живут на самом деле очень долго там гораздо больше двухсот лет но это не популяризируется никому об этом не рассказывается среднестатистическому человеку ему вообще очень скучно будет жить в таком формате там жить где-то отшельником и кушать всего лишь три фрукта которые на вкус если вы их просто поедите на вкус вы просто плюетесь насколько они невкусны а и кислятина вообще невозможно ну да если вопрос вот действительно будет проблема с продуктами да тоже вариант правда очень даже хороший да вариант на самом деле это очень много хороших нужно просто держать ухо во строе и делать себе пометки записи сегодня сказали про топинамбур и про всякие другие вещи много чего покушать то можно все что вы говорите записываю у меня уже целый конспект ваших рекомендаций ну стараюсь следовать и очень даже очень даже вам благодарна самое главное это результат который вы видите в зеркало который вы чувствуете в своем организме вот этот результат это самое главное потому что слова словами а вот когда человек становится лучше это существенный плюс в копилку жизни того кто посоветовал потому что мы все отсюда уйдем ничего с собой отсюда не унесем материального а вот радость тех кто здесь получил пользу от того что мы что-то сделали вот это наша копилка здравствуйте владимир вот прорвались да рад вас слышать дорогой друг добрый день вот это очень приятно у вас все время какие-то новые некие да 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 рад вас слышать голландец здравствуйте хотел поблагодарить очень интересная информация у вас сегодня тоже замечаю в своих краях такой феномен и тоже сейчас замечаю что по финансовой системе новости такие прокатываются что проходит страшный контроль становится работать все тяжелее и тяжелее и ну как бы это выразить такие ворота возможности начинают закрываться тиски на яйцах сжимаются да именно так именно так приходится находить решение да да так что вот мы сюда и пришли находить решение да именно так именно так и получается так что вроде бы и интересно интересно конечно становится жить из-за этого но конечно тратится очень много времени чтобы находить такие решения если кому-то если кому-то интересно то например те люди которые переезжают в Сербию я туда в конце года опять поеду попытаюсь найти кусочек земли какой-нибудь чтобы сделать план б потому что европейский союз превращается в какую-то жопу можно так выразить уже превратился в это теплое место просто еще пока не дали из сфинктера напор прекрасной жидкости поэтому все думают что они сидят в тепле и уюте еще пока некоторые ну да так получается ну конечно много людей понимают что происходит но что-нибудь поменять конечно трудно ну например вот так поменять это надо понимаете для того чтобы поменять люди должны начать умирать их дети должны начать умирать поэтому травят не на полную а на чуть-чуть чтобы это случалось медленно но когда критическая масса понимания достигнет тогда народ побежит достанет этих людей начнет их вешать на фонарных столбах и раздирать на улице прямо на куски но для этого люди должны начать умирать и страдать невыносимо только после этого это все начнется вот этот хаос да согласен с вами согласен с вами но сначала вот с моей стороны я сначала жду какое-то ухудшение ситуации в финансовых рынках сам готовлюсь потихоньку выходить из криптовалютного рынка к первому кварталу следующего года фиат куда вы себя ну вы знаете я сейчас нахожу разные способы например в сербии есть конторы которые организовываются теми людьми которые переехали из россии из украины из беларуси они меняют криптовалюту прямо на или на евро или на сербские динары так что вот это интересно потом можно еще конечно выходить в драгметаллы потому что естественно банковская система она здесь в европе происходит новые законы которые называются мика и на английском называется travel rule это значит куда бы вы не поехали со своими цифровыми активами которые хранятся в банке все прослеживается все видно и приходится например делать покупки и продажи очень маленькими суммами но часто и очень скоро к этому уже подключат искусственный интеллект и работать встали кирдык называется очень трудно но слава богу я наблюдаю тоже такую ситуацию что например физическую фиатную валюту те же самые ну бумажные денежки люди очень охотно сейчас начинают использовать потому что проходят новости и и о новых законах что когда когда люди например помирает человек в европе а его дети должны платить налог на сбережение которое этот человек оставил на банковском счету вот такая вот ерунда начинает происходить очень понятно да есть такое дело поэтому металлы это тоже временно ведь да я понимаю люди думают относительно того что трансмутация металлов это глупости на самом деле это не глупости то есть из всего чего угодно можно сделать все что угодно эти технологии существуют просто они недоступны простым людям вообще людям недоступны эти технологии а те кто получают эти технологии и забивают да помню ваши слова про это очень интересная тема сейчас сейчас все активно переходит на цифровые технологии так что очень-очень будет интересно и именно так те кто к этому не готовы это будет скорее всего ну есть новости что скорее всего будут перебои с банковской системой и так как люди очень сильно приучены к тому чтобы оставлять свои активы на именно на банковских счетах то будет огромный неприятный сюрприз просто непонятно когда это будет и когда это организовывается можно будет отследить определенным образом все дело в том что начнут происходить различные свистопляски с долларом да именно именно с доллар ну видите последнее время наблюдал стран да странные события то есть доллар относительно одних валют остается стабильным относительно других нестабильный то есть например на примере тайского бата я тут наблюдал очень интересные события дело в том что раньше когда были колебания доллара по отношению к бату всегда цены на топливо снижались на заправочных станциях понимаете бат укрепляется тут же мгновенно снижаются цены а тут с 37 до 32 уехал укрепился бат сниж это очень интересно я знаю что в азии очень сильно любят и ценят доллар который привязан на блокчейне это монетка юсд юсд именно на сети троп и и но странно то что европа это будет это всю контору будет закрывать следующем году поэтому ее с детей например в европе использовать уже будет труднее а вот в азии все еще можно так что альтернативы какие-то есть такое дело в азии да так что вот сейчас пока сейчас пока вот готовимся к такой свистопляски и план план такой чтобы найти что-нибудь какой-нибудь план б за пределами европейского содружества потому что европейское содружество уже все оно себя уже начинает изживать у меня один вопрос есть владимир не знаю не по здоровью просто говорит новости новости рассказать такой прошу прошу новости такие у меня возникли некоторые такие вопросы от правительства в европе можно так сказать стоит ли об этом переживать потому что я знаю что обычно переживать нельзя но например может прилететь какой-нибудь штраф или какой-нибудь какая-нибудь неприятность на голову и что-то от этого немного нервы и что вот как это дело в том что пока не прилетела вам зачем нервничать да вот вы если хотите конечно если конечно хотите можете потом понервничать когда прилетит а сейчас зачем тратить свою энергию на абсолютно ненужные вещи да понимаю вас логично просто просто вот такая интересная он только так и понимает поймите каждый раз когда вы нервничаете вы тратите очень большое количество своей жизненной энергии вы же это четко можете ощутить когда понервничали у вас потом слабость вы идете кушаете и спите правильно да так и есть так и есть то есть вы расходуете энергию этот расход энергии абсолютно бессмысленный точнее он имеет смысл для тех кто все это устроил понимаю но для вас он наносит вред я просто пытаюсь расшифровать понять только через это понимание и постоянное понимание можно я просто спасибо очень логично я просто пытаюсь понять кто-то подсказывает что мое время в европейском содружестве наверное подходит к концу что надо уже думать а чтобы перебираться куда-нибудь в другое место вот пытаюсь расшифровать ситуацию я бы давно бы подумал об этом потому что ситуация конечно скверная я вас понимаю просто я привязан к курсу вот этих криптовалют и пока выйти из рынка полностью не могу вот вот в чем вот в чем ну так какая разница где вы будете сидеть там или здесь да правильно вы же дистанционно тоже можете это делать да я работаю дистанционно у кого есть вопросы вы можете задать их июле или записаться на консультацию через нее же ну а номера я думаю все знают а кто не знает могут спросить в чате до новых встреч дорогие друзья пока здравие тело и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание до новых встреч на канале до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч